Здравствуйте! С вами я, Рия Тимива, и это новый сезон программы «Культурный контекст». В первом выпуске смотрите. Что же такое любовь? Чем ее измерить? Как она возникает? Как изменяется и куда уходит? Спектакль «Теорема любви» привезли в районный дворец культуры. Для тех, кто любит и ценит кино, 10 лет назад на базе Загорянской детской школы искусств открыли отделение кино-фотоискусства. Расскажем о юбилее. Чтобы помнили, мемориальные доски щелковским поэтам Ивану Рудакову и Андрею Хуторянину были открыты на домах, где они проживали в последние годы жизни. Ирония судьбы или знаете ли вы режиссера? В рубрике «Культ просвет» снова зададим вопрос на этот раз о кино. Кино и не только. В Загорянской детской школе искусств вот уже 10 лет создают кино. Снимают, монтируют, придумывают. Для школы 10 лет работы отделения – особый срок. За эти годы многое свершилось. А некоторые выпускники даже поступили в кинематографические вузы и продолжили путь в киноискусстве. В юбилейный год на сцене ДШИ преподаватели отделения киноискусства провели концерт, пригласив друзей, коллег и просто зрителей. Для тех, кто любит и ценит кино, кто увлекается этим поистине захватывающим процессом его создания, именно для них 10 лет назад на базе Загорянской детской школы искусств открыли отделение кино-фотоискусства. Почему кино-фото? Да потому что всех пришедших детей от семи и старше учили видеть и подмечать через объектив фото и видеокамеры – интересные и захватывающие моменты из жизни. На отделении работает профессиональный оператор, фотограф и режиссер документального кино. Люди неравнодушные к искусству и к воспитанию будущих поколений. Надо сказать, что в нашем районе подобного отделения просто нет, по крайней мере, на таком уровне. Здесь действительно создают осмысленные материалы, фильмы, видеозарисовки, короткометражки, документальное кино. Несколько картин даже удостоились высоких призов на фестивалях. Например, фильм «Треугольный конверт» о ветеране, оставшемся без руки и научившемся складывать фронтовые письма в треугольники. Или «Переход» в аллегорическом смысле – это послание к современному поколению, не быть равнодушными во всех смыслах. Или, например, документальная лента из цикла «Лица Загорянки» о Маргарите Корабельниковой, советской актрисе, театре и кино, заслуженной артистке РСФСР, озвучившей «Умку» и многие другие замечательные мультфильмы и фильмы. Она, кстати, вышла на сцену и зал замер. Так умело вновь произвела она голос всеми любимого медвежонка «Умки». А вы не встречали моего товарища? А еще в ходе вечера на сцену выходили артисты, преподаватели. Все желали, поздравляли и признавали – такое отделение заслуживает особого внимания. Поднялись на сцену для поздравления и выпускники киноотделения. Есть среди них уже и профессионалы, окончившие высшие учебные заведения в кинонаправлении. Всероссийский государственный институт кинематографии, Госинститут кино и телерадиовещания. Они высказали теплое отношение и благодарность, как и родители выпускников, подчеркнув, что их дети, приобщаясь к кинематографу и его созданию, становятся духовно богаче. Заметное событие в культурной жизни района. Мемориальные доски щелковским поэтам Ивану Рудакову и Андрею Хуторянину были открыты на домах, где они проживали в последние годы жизни. Мемориальные доски двух знаменитых местных поэтов были открыты на домах, где, собственно, жили Андрей Хуторянин и Иван Рудаков. Случилось это во многом благодаря тому, что инициативные группы обратились в Комиссию по увековечиванию памяти выдающихся жителей Щелковского района. Комиссия единогласно приняла решение о том, чтобы эти две мемориальные доски на домах, где проживали эти замечательные люди, были сделаны и эти мероприятия состоялись. Андрей Хуторянин – это литературный псевдоним Андрея Тихоновича Львова. В его богатой творческой биографии и публикации в ведущих советских газетах и журналах «Известия», «Красная звезда», «Огонек», «Новый мир» и другие. Самый известный факт – стихотворение о родине было включено в школьный учебник «Родная речь». С 1944 года Андрей Хуторянин работал в районной газете «Коммунист. Сегодня время», при редакции которой создал литературное объединение. Мемориальную доску создал скульптор Олег Бадмаев. Финансово помогли месценаты. Да, только так. Не уступать, не стариться. Под временем, под натиском стихий. И если даже нас и не останется, останутся и будут жить стихи. Я поздравляю вас, дорогие мои щелковцы. Поздравляю с тем, что наконец у нас с вами соединилась связь времен. Октябрьская, 24. В этой пятиэтажке в Жигалове больше 10 лет прожил Иван Васильевич Рудаков. Человек, известный каждому, кто хоть раз слышал песню о Щелкове, ставшую, по сути, гимном нашего города. Самое главное, чтобы мы, каждый в своем сердце, чтили память о таких замечательных людях, как Иван Васильевич Рудаков. Поэтому сегодня, я считаю, для всех почитателей его таланта, это праздник, с которым я вас поздравляю. Мы всегда помним и всегда поем его песню о Щелкове. Иван Васильевич 25 лет отслужил в Советской армии. На ракетном полигоне Капустин-Яр укреплял воздушный щит Родины. Работал в Королевском центре управления полетами. И наряду с этим творил, творил и еще раз творил. Был членом-корреспондентом Академии российской словесности. Входил в правление областной организации Союза писателей России. Являлся лауреатом многих литературных премий и конкурсов. С 1998 года Иван Рудаков возглавлял созданное Андреем Хуторяниным литобъединение слова, в котором давал путевку в большую творческую жизнь местным литераторам. Зрителям Щелковского телевидения запомнился как автор и ведущий телепрограмм «Вдохновение», поэтический этюд «Дорога в будущее». Писал стихи Иван Васильевич с детства, но именно здесь, на Щелковской земле, куда он приехал в 1977 году, рассвел его поэтический дар. Твердят вокруг, что лишь по молодости лет звучат в душе и скрипки и волторны. Поэзия – любовь, а как сказал поэт любви, все возрасты покорны. Именем Ивана Рудакова названа улица в микрорайоне Чкаловский. Теперь открыта и памятная доска. На ней слова песни о Щелкове и портрет работы Игоря Кривого, написанный им в последний год жизни Ивана Васильевича. Иван Васильевич был очень мудрым человеком. Он никогда не обострял никаких взаимоотношений, был очень разумен в поступках. Вот сейчас его тяжело упрекнуть в чем-то. И остается только радоваться, потому что человек оставил нам большое число произведений своих. Кому-то они нравятся, кому-то не нравятся, но они уже есть, они живут. Иван Васильевич неутомимый человек был. Просто вот столько, сколько он вмещал в себя, это поразительно. Это в таком возрасте человек успевал все. Конечно, очень приятно, что вот сегодня и погода способствует. Вот, люди, так сказать, внимательные люди, неравнодушные, пришли на это мероприятие. Благодарны очень. Игры издревле скрашивали жизнь человечества. Количество игр кажется безгранично. От карт и лапты до современных компьютерных. Сегодня в новом выпуске «Из века в век» мы поведаем историю игр. Многообразие и обилие современных игр поражает. От настольных, компьютерных, до игр на свежем воздухе и даже необычных квестов. А как и во что играли люди прошлые века? Игра, по сути, это форма получения и усвоения информации. Люди издревле играли в игры. До сих пор в раскопках находятся старинные элементы таких игр. Игры на досках, игры с предметами. Все это неотъемлемая часть развития человечества. Так же, как и подвижные, спортивные и просто интеллектуальные игры, существовали и игры азартные. В России азартные игры берут свое начало еще с историей Российской империи. Хотя упоминания о них встречаются даже еще раньше. Первой азартной игрой, которая была очень популярна, была игра в кости. Название у нее было «Зернь». В качестве игральных костей использовали две двухцветные косточки. Выигрыш начислялся из расчета выпавшей костной комбинации. В эту игру на Руси играли как крестьяне, так и бояре. Позже стали появляться карточные игры. В 16 веке к ним относились очень лояльно. Но потом, с приходом на российский трон Алексея Михайловича, карты стали под запретом. Царь принял такое решение только потому, что многие бояре проигрывали целые состояния. Не только свои личные, но и государственные деньги. Позже Петр I разрешил карточные азартные игры в армии и на флоте. Однако он запретил проигрывать больше указанной суммы, которая была одинаковой для всех игр и для всех игроков. Позже карточные игры вновь стали запрещать, однако в них все равно играли, тайно прячась от власти. Впоследствии карточные игры стали просто неотъемлемой частью армии и флота России. В начале 19 века было очень популярным занятием среди светских дам раскладывание карточных пасьянцев. Мужчины же проигрывали в ВИСТ прототип реферанса. И к середине 19 века самой знаменитой азартной игрой стал преферанс, который немало обязан своей популярности славным гусарам. В преферанс играли исключительно светские личности. Карты – одна из древнейших игр. О них написано немало произведений, снято много фильмов. В этой небольшой колоде заключена огромная сила. Благодаря ей люди становились или очень богатыми, или сумасшедшими. К началу 20 века во многих крупных городах России существовали и горные дома, подобие современных казино. Основным профилем таких домов были карты. Попытайтесь вспомнить название старинных игр. Ну, лапта, городки. А еще был кулачный бой. Первое упоминание о кулачных боях сделал летописец Нестор. Проводилась игра по правилам обычного боя. Точнее сказать, правил практически не было. Единственное обязательство – не бить лежачих. В процессе даже делали ставки. Настолько азартной была игра в кулачный бой. Отсюда, кстати, и зародились современные букмекерские конторы. Популярная в 19 веке салонная игра «Флирт камней». Это милая, невинная салонная игра. Названий у нее было несколько. Подходит для людных вечеринок. Рекомендовалось не менее шести человек. Иначе будет скучновато или слишком серьезно. Играть желательно. В легком подпитии. Или каким иным образом привести игроков в легкое, веселое расположение духа. Участникам раздавали специальные игровые карточки. На каждой написано полтора-два десятка реплик. В классическом варианте каждой фразе сопоставлен какой-то цветок. Реплики – самые разные. Вопросы, ответы, комплименты, выражения неудовольствия и так далее. Но преимущество так или иначе подходящее для ведения романтической беседы. Игроки по очереди или же в случайном порядке и с удобной им скоростью передают друг другу карточки, передавая цветок или, в нашем случае, камень. Для игр на воздухе сословия часто предпочитали такие игры, как крокет, лапта, городки или теннис. Советский период также оставил богатое наследие игр. Салки, прятки, городки, казаки-разбойники, бумажный морской бой и многое другое. Кто-то помнит еще картину, когда идешь, а во дворе сидит компания мужчин, играет в нарды, в домино или перекидывается в карты. Нет, сегодня тоже, конечно, играют и в то, и в другое, и в третье. Однако чаще можно увидеть вот такую картину. Теперь у каждого в компьютере есть игра на любой вкус. Но, может, стоит задуматься, что сама суть игры заключается в том, чтобы видеть рядом с собой человека. Спектакль «Теорема любви» показали в районном культурном комплексе. На сцене популярные артисты разыграли историю в стиле любовного треугольника, точнее, создали настоящую любовную импровизацию. Получилась геометрическая история с довольно острыми краями, с которыми надо быть ох, как осторожными. Что же такое любовь? Чем ее измерить? Как она возникает? Как изменяется? Как уходит? Почему возникают порой нестандартные ситуации, связанные с проявлением любви? На эти вопросы попытались ответить артисты, занятые в спектакле под названием «Теорема любви». На сцену районов Дворца культуры вновь привезли антрепризный спектакль, на этот раз под названием «Теорема любви». Что ж, увидим, найдет ли она свое доказательство. Традиционный театральный сюжет – любовный треугольник. Двое мужчин добиваются любви одной женщины, своей однокурсницы. У этого треугольника весьма острые углы. В ходе спектакля «Теорема любви» понимает, что эта фигура, вопреки старой шутке, может оказаться равносторонней. А вопреки законам геометрии, все углы у треугольника будут острыми, и традиционный сюжет прозвучит совершенно по-новому. Тем более, что герои пьесы в нашей сегодняшней реальности существуют вполне естественно и ведут себя очень по-современному. Глубину чувств и накал страстей пытаются прикрыть шуточками, порой остроумными, порой очень циничными. Но, как и положено подлинным героям, они живут чувствами и страстями. Преодолевая время, препятствие, расстояние, они возрождают в себе настоящее чувство, имя которому – любовь. Исполнитель одной из главных ролей Виктор Логинов, известный зрителям по сериалу «Счастливы вместе» о своеобразной теме спектакля, размышляет так. Это чувство, которое с древних пор волнует человечество. Человечество пытается найти ответы, а что же такое есть любовь. Уже на молекулы это чувство разобрано, и доказано, что это всего лишь навсего химический процесс, который возникает у одного человека, под отношением к другому. И все равно пока эта теорема не нашла своего доказательства. И каждый раз… Вообще это то, о чем написаны практически все произведения о любви. О любви к детям, о любви к родителям, о любви к месту, в котором ты родился. Но больше всего, конечно, о любви человека к человеку. Именно поэтому теорема. Наверное, все, что происходит между мужчиной и женщиной, настолько мне близко, что любые проявления взаимоотношений и любовь, и ревность, и предательство ради любви, оно имеет к любому человеку напрямую отношение. Так или иначе, мы можем быть в этом чуть ближе, чуть дальше, но все равно мы готовы. Вот вы готовы ради любви совершать безумный поступок, если это будет настоящая, сильная любовь. То самое чувство, о котором мечтаешь всю жизнь. Готовы? Ирония судьбы. Или знаете ли вы режиссера? Сегодня культ просвет о кино. Вы фильмы, например, «Гаров» знаете, кто снял? Да, этот Рязанов. Ну, это с Новым годом он снял кино, как это… Ирония судьбы. Да, да, да. Ага. Ну, вы вообще считаете, что он хороший? Да, очень, да, да, да. Ага, нравится. Очень нравится, да. Эльдар Рязанов. Да? А какие фильмы еще вспомните этого режиссера сейчас? У него очень много прекрасных фильмов. Очень много. Может быть, фразу какую-то вспомните из фильма? Вон еще мои бритвы бреются, допустим, да? Из-за ронии судьбы. Рязанов. А нравится вам этот режиссер? Да, очень. А какие фильмы еще его знаете? Ну, много там «Гараж». Так, а фразу, может, какую-нибудь вспомните? Крыла, то есть, фильма. Какого-нибудь его. Не помню. Рязанов. Нравится вам? Конечно, нравится. А, может быть, вспомните фразу какую-нибудь из фильма? Нет, это не заливная рыба. Эта стрихина к ней не хватает, да. Это точная фраза. Нравится вам Эльдар Рязанов как режиссер? Нравится. Сегодня его фильмы – классика Золотого фонда российского кинематографа. Эльдар Александрович Рязанов родился 18 ноября 1927 года в Самаре. Умер 29 ноября 2015 года в Москве. Советский российский кинорежиссер, сценарист, поэт, драматург, педагог, профессор, народный артист СССР. Лауреат государственной премии и государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Эльдар Рязанов родился 18 ноября в Самаре. Вскоре семья Рязановых переехала в Москву, где отец работал начальником винного главка. Эльдар Рязанов с детства любил читать, собирался стать писателем, мечтал о путешествиях. После окончания десятилетки он даже отправил письмо-заявление в Одесское мореходное училище. Но шла война, и ответа он не дождался. В воле случая Рязанов стал студентом первого курса в ГИКа, мастерской Козинцева. На протяжении пяти лет он работал в документальном кино на Центральной студии документальных фильмов. Снимал киносюжеты для киножурналов «Пионерия», «Советский спорт», «Новости дня». Несколько выпусков смонтировал целиком. Рязанов также сделал киноочерки «Дорога имени Октября» на первенстве мира по шахматам, двои книжки недалеко от Краснодара и остров Сахалин. В 1955 году Рязанов стал режиссером киностудии «Мосфильм» и поставил первый советский широкоэкранный фильм-ревью «Весенние голоса», в котором были и игровые эпизоды. А через год руководитель киностудии «Мосфильм» Пырьев буквально заставил Рязанова взяться за кинокомедию. Фильм «Карнавальная ночь» имел колоссальный успех. Знаменитый Игорь Ильинский сыграл одну из своих лучших ролей бюрократа Огурцова. А молодые актеры Людмила Гурченко и Юрий Белов стали кинозвездами. В последующие несколько лет Рязанов поставил лирическую комедию «Девушка без адреса», героическую комедию «Гусарская баллада», бытовую комедию «Дайте жалобную книгу», эксцентрическую комедию «Невероятные приключения итальянцев России». В 1961 году Рязанов сделал две сатирические ленты. Как создавался Робинзон по одноименному рассказу Ильфа и Петрова, новелла в комедийном «Альманахе» совершенно серьезно и «Человек ниоткуда». В создании фильма «Гусарская баллада» большую помощь Рязанову оказал Пырьев, добившийся разрешения постановки и уговоривший сниматься в роли поручика Ржевского Юрия Яковлева. Самому Рязанову стоило огромных усилий убедить киноначальство, что лучшая кандидатура на роль Михаила Кутузова – это Игорь Линский, и что фильм не искажает русскую историю, а романтизирует ее. А вот пьесу «Давным-давно», послужившую драматургической основой для фильма, Рязанов сократил, и в то же время ему пришлось дописать несколько стихотворных эпизодов. Сделано это было настолько корректно и в стиле диалогов пьесы, что не вызвало у автора, которым являлся Александр Голодков, никаких возражений. В 1960-е годы сложился своеобразный коллектив творческих единомышленников Рязанова. Эмиль Брагинский – сценарист, Андрей Петров – композитор, Владимир Нахапцев – оператор, актеры Юрий Яковлев, Андрей Миронов, Евгений Евстигнеев, Валентина Талызина, Позднее также Лия Хиджакова, Андрей Мехков, Олег Басилашвили, Валентин Гафт, Георгий Бурков, Светлана Немоляева, Алиса Фрэндлих. В 1966 году Рязанов снял одну из своих лучших картин «Берегись автомобиля». Фильм был основан на городском анекдоте про благородного угонщика машин. Большим успехом пользовались дальнейшие работы Рязанова. «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Невероятные приключения итальянцев в России», ну и, конечно, любимый всеми фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром», без которого не обходится, кажется, ни один Новый год в нашей стране. Также Рязанов снял небезызвестные картины «Служебный роман», «Гараж», «О бедном гусаре замовите слово». Также Рязановым были сняты небезызвестные и очень любимые зрителям фильмы «Вокзал для двоих», «Жестокий романс» по мотивам пьесы Островского «Беспреданница». В 1979-85 годах Рязанов работал в качестве ведущего телепередачи «Кинопанорама». Перестроечную эпоху Рязанов снял картины «Забытая мелодия для флейты», «Дорогая Елена Сергеевна», «Небеса обетованные». Были и телевизионные авторские циклы программ, всего около двухсот. Ильдар Александрович Рязанов был не только кинорежиссером, но и человеком с глубокой гражданской позицией. В его фильмах каждый может найти героя, который чем-то похож на человека, которого он когда-либо встречал. В каждой картине Рязанова заложена особая мысль и идея, которые каждый может трактовать по-своему. Человек с особым взглядом на мир, с особой расположенностью к кинематографу Ильдар Александрович Рязанов навсегда войдет в историю советского и российского кинематографа, оставив в нем незабвенный след. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова